Текущие проблемы и пути их решения. Итоги работы за отчетный период 2019 года. Эти вопросы стали основными на сходе граждан в Азовском сельском поселении. Станицы Азовска и Убинска регулярно проходят санитарные пятницы. Они направлены на поддержание улиц поселения в чистоте. В летний период проводится покос сорной растительности. Глава поселения в своем выступлении акцентировал внимание на активной помощи в этой работе со стороны казачества. Недавно состоялись выборы в совет депутатов Азовского сельского поселения. Депутатский корпус поставил перед собой ряд задач. Многое сделано уже сегодня. Был доделан последний километр в станице Убинской и завершена полностью у нас газификация в станице Убинской. Теперь каждый дом может подключиться к газификации. В постоянном режиме ведется работа по дорогам поселения. Чисто-то куветы проводится грядирование и отсыпка дорог. В ближайшей перспективе ремонт улиц Ленина и Гагарина. Также планируется отремонтировать емкость Азовского водозабора, отсыпать дороги щебнем. Проводилась отсыпка следующих улиц. Воголя, Матросова, Ленина, 8 марта, 1 май. После завершения газификации отсыпана улица Подгорная и Плавневая. Кроме отсыпали улицы Подгорная, Партизанская и Речная в станице Убинской. Общая протяженность дорог поселения 40 километров. Конечно, не все улицы были отсыпаны, но мы докупаем сейчас щебень и просыпем полностью и первую часть улицы Гоголя, которая начинается возле подножия церкви, туда дальше тоже просыпем в этом году улицу Гоголя. Волнуют жители поселения и состояние здания почты. По их мнению, оно требует скорейшего ремонта и реставрации. Сейчас я хочу обратиться к администрации, к депутатам, к вам, потому что у нас почта не ремонтировалась, я даже точно узнала, 43 года. Она находится в ветком холодном помещении. Мне даже жалко девочек, которые там работают. Сейчас мы собираем полностью проблемные моменты по всему району. Мы это все сделаем реестром, по каждому населенному пункту. Договоренность такая с руководителем есть и будем все эти проблемы решать. Было озвучено и по заработной плате, было озвучено и по технической ситуации, по ремонту всех почтовых отделений. То есть эта работа начнется со следующего года. Одна из приоритетных задач – строительство нового детского сада. Здание будет построено на условиях софинансирования по программе развития образования. Для этого необходимо положительное заключение государственной экспертизы. На территории первой школы мы планируем все-таки построить модульное здание на 60 мест, чтобы этот детский сад функционировал, чтобы дети станицы Азовской могли его посещать. Поэтому сейчас работы в этом направлении ведутся, потому что, к сожалению, очень часто меняются СНИПы, входят новые требования. Сейчас мы приводим в соответствие те проекты, которые у нас есть. Ну и в дальнейшем это строительство будет выполнено. В конце встречи глава района подвел предварительные итоги и дал оценку деятельности администрации Азовского сельского поселения. Может, что-то еще не получается, еще что-то надо сделать. Но желание, желание делать, создавать, созидать, желание, чтобы был позитив, эту атмосферу, наверное, каждый чувствует. Поэтому я благодарен и тебе, и твоей команде. Почетными грамотами наградили жители поселения, принимавших активное участие в ликвидации лесных пожаров в ноябре этого года.